Шалом! В начале итоги двух предыдущих программ о Десятине. Первое. Если эта тема для вас болезненна, не торопитесь обвинять в этом общину, церковь или их руководители и учителей. Возможно, вам действительно преподносили не самые лучшие учения на эту тему. Однако даже в этом случае пристальное рассмотрение показывает, что проблема обычно не только в учении или практике общины, а и в нас самих. В любом случае, первый ключ к решению проблемы — это прощение ваших должников, которые нам с вами заповеданы Господом, а также освящение, то есть очищение нашей собственной жизни от всего, что Богу не угодно. Второе. В поисках воли Божьей относительно Десятины мы начали с Евангелий и выяснили, что сам Ешуа не сказал о ней ничего нового. В текстах деяний апостолов и апостольских посланий, где речь идет о финансовой поддержке верующим своей общины, она тоже не упоминается. Единственное место в посланиях, где речь идет о Десятине — это седьмая глава послания к евреям, но там о ней говорится в контексте сравнения двух типов священства. Основная мысль, отрывка, которую вы можете сейчас видеть на экране, в этом отрывке Десятина, кстати, упоминается целых семь раз, так что можно сказать, что о Десятине сказано много, но что именно сказано? Мысль, отрывка в том, что Малкицедок или Мелхиседек, благословивший Авраама, является священником более высокого ранга, чем все сыновья Аарона, родившиеся впоследствии. То есть о жизни мессианской общины в этом тексте не сказано ровным счетом ни слова. Итак, является ли Десятина воли Божьей для нас, учеников Ешуа? Да или нет? Почему да или почему нет? Если нет, то как же в таком случае мы должны поддерживать нашу общину? Сегодня я постараюсь дать как можно более внятные ответы на эти вопросы. Разумеется, не претендуя на то, чтобы глаголать истину в последней инстанции. Десятина определенно была волей Божьей для народа Израиля, об этом однозначно свидетельствуют книги Левит, числа и второзаконие. Хотя и пророки, и Ешуа отдают ей подчиненное место по отношению к другим заповедям, она все-таки была неотъемлемой частью Синайского завета. Поэтому очень вероятно, что самые ранние еврейские ученики Ешуа, жившие еще в эпоху второго храма, то есть пока храм еще стоял, продолжали давать Десятину, как это было предписано Торой. В этом, как и во многом другом, они ничем не отличались от остальных евреев. Однако нас интересует, как дела обстоят после разрушения храма, а также среди верующих в Ешуа из язычников. Иерусалимский апостольский собор, состоявшийся в середине первого века н.э., то есть еще до разрушения храма, постановил, что верующие из язычников не должны становиться евреями, то есть обрезываться и принимать на себя обязательство соблюдать Тору в полном объеме. Что же касается поддержки общин, то у нас есть три текста в Новом Завете, все в посланиях Павла. Самый ранний и короткий в послании к Галатам, наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Очень интересный стих. Все члены общины в этом стихе делятся на две группы, наставляющие и наставляемые. В последнем Господь говорит делиться с первыми всяким добром, то есть не только материальным, но и духовным. Иногда наставляемым Бог дает слово для наставляющих. И, конечно, материальным добром тоже. Но этот стих никак не определяет количество этого самого материального добра. Следующий стих в первом послании Павла к общине города Каринфа. «Или мы не имеем власти есть и пить, или не имеем власти иметь спутницу и сестру, жену, как и прочие апостолы и братья Господни, и Кифа. Или один я и Варнава не имеем власти не работать. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стада, не ест молока от стада? По человеческому ли только рассуждению я это говорю, не то же ли говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано «не заграждай рта у вала молотящего». А валах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится? Так, для нас это написано. Ибо кто пашет, должен пахать с надеждой, и кто молотит, должен молотить с надеждой получить ожидаемое. «Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Если другие имеют у вас власть, не пачили, то есть не тем ли более мы? Однако мы не пользовались этой властью, но все переносим, дабы не поставить какой-то преграды благовествованию Христову. Разве не знаете, что священно действующие питаются от святилища? Что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Здесь мы видим, во-первых, то же самое разделение всех верующих на пахари и жатву, пастыри и стадо, проповедующих и тем, кому проповедуют. Во-вторых, Павел проводит прямую аналогию между священниками, служащими в храме, и служителями Евангелия. Подобно тому, как первые освобождены на время своего служения от обычной работы и живут за счет жертвоприношений, так и вторые имеют заповедь самого Господа, то есть Мессии Ишуа, жить от благовествования. В переводе Кузнецовой последние два стиха отрывка звучат так. Разве вам не известно, что служители храма кормятся от храма, и те, кто при жертвеннике, имеют право на часть жертвенных приношений? Так и Господь повелел тем, кто возвещает радостную весть, от нее получать средства к жизни. О каком именно повелении Господа тут идет речь? Скорее всего, Павел имеет в виду слова Ишуа о том, что трудящийся достоин пропитания, или в версии Луки, трудящийся достоин награды за труды свои. Здесь важно увидеть, что Библия называет служение трудом. Это не лишнее подчеркнуть, поскольку некоторые верующие то ли по незрелости, то ли по другим причинам, считают, что проповедь, учение, душепопечение, евангелизация, миссионерская работа и другие виды служения это просто болтовня, не требующая ни специальной подготовки, ни особых сил физических, душевных или духовных. На самом деле служение это труд, и как всякий труд, оно должно быть вознаграждено материально. А во всяком случае служитель имеет право на оплату своего труда. Если он, подобно Павлу, по тем или иным причинам решает не брать денег за свой труд, то это его дело. Но в принципе у него есть право на эти деньги, причем право, данное ему самим Ишуа. И последний текст по интересующей нас теме в первом послании к Тимофею. «Те старейшины, которые успешно управляют, достойны двойного вознаграждения, особенно те, кто усерден в проповеди и учении. Ведь Писание говорит, не надевай намордника молотящему валу, и работник достоин платы». Здесь Павел цитирует тот же стих из Торы, что и в 9 главе 1 послания Коринфянам, а также выше приведенные слова Ишуа. В подтверждении того, о чем мы только что говорили. «Руководитель общины, выполняющий свое служение хорошо, достоин двойного вознаграждения». Обратите внимание, не просто чести, то есть почета и уважения, как это сказано в синодальном переводе, а материального вознаграждения, откуда известно, что имеется в виду именно материальное вознаграждение из стихов Писания, которые Павел приводит в поддержку своего заявления. Двойное вознаграждение. Ясно, что речь идет о достойной оплате труда служителя. Откуда возьмутся эти деньги? От членов общины, разумеется. Подобно тому, как священники ели часть мяса жертвенных в животах, так и служители мессианской общины имеют право на часть тех денег, которые члены общины жертвуют Богу. Сколько люди обязаны жертвовать Богу, об этом Павел не говорит. Ни в этих стихах, ни в тех, где он пишет о сборе пожертвований для нуждающихся еврейских верующих в Иерусалиме или для самого себя. Чтобы он не говорил о финансах, он ни разу не дает никаких конкретных цифр. Ни сумм, ни процента от дохода. Почему? Может быть, он подразумевает, что его аналогию между храмовыми священниками и служителями Евангелия можно и нужно продолжить до конца и установить хотя бы конкретный минимум, общий для всех, например, те же самые 10%. В конце концов, уж если некоторые особо ревностные фарисеи давали десятину от всего, что приобретали, то не должны ли ученики Мессии дать больше 10%? Ведь сам-то он сказал, что если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Очень сильное заявление. Вся анагорная проповедь, казалось бы, поднимает этическую планку, а не опускает. Соответственно, от тех, кому заповедно любить не только родных и друзей, но даже врагов, нужно ожидать, наверное, все-таки большей жертвенности, чем десятина. Не так ли? Так-то оно так. И все-таки ни Павел, ни другие апостолы не фиксируют никакого минимального процента от дохода, который верующий обязан жертвовать Богу. Почему? Ведь десятина, по крайней мере, в какой-то форме была еще у праотцев. То есть до Синайского завета Аврам дал десятую часть трофеев Малкицедоку, а Яков пообещал давать десятину Богу, если тот благословит его. Может быть, заповедь о десятине существует на самом-то деле. Отцетворение мира является чем-то само собой разумеющимся, поэтому, соответственно, и говорить-то о ней просто излишне. Ну, отцетворения мира ее не было, я полагаю. Почему? Поскольку священство, как посредничество между Богом и людьми, появилось исключительно в результате грехопадения. Каково бы ни было изначальное происхождение десятины, апостолы не заповедуют давать ее, потому что всеобщая процентная норма даяния нарушила бы важный принцип даяния Богу и вообще важный принцип наших взаимоотношений с Богом, а именно добровольность. Как только вы говорите людям, что Богу нужно давать такой-то процент или какую-то сумму, вы фактически издаете закон. И десятина была частью закона, то есть давать ее это не был вопрос личного желания. Ты живешь в земле Израиля, значит, ты обязан жить по закону Израиля, то есть по Торе. Будь любезен, отделяй десятину от всего съедобного. Хочешь или не хочешь, надо и все. О твоем желании тебя никто не спрашивает. Это вопрос не твоей личной веры, это вопрос чисто юридического характера. Так обстояло дело в Синайском завете с десятиной. К счастью, Тора предусматривает не только жестко регламентированные приношения, но также и добровольные. В синодальном переводе это называется «жертва усердия» или «жертва по усердию», на иврите «недава». Танах описывает также ситуации, когда лидеры народа Израиля бросали клич «давайте поусердствуем жертвовать Господу». Принесите не десятины, а сколько хотите. Как говорили раньше водители, когда вы ловили машину автостопом и спрашивали, сколько это будет стоить, зачастую ответ был «сколько не жалко». Причем интересно, что ситуации эти в Танахе однотипные были. Вначале мы читаем о таком призыве «дать сколько не жалко» в контексте строительства Скинии, потом во время строительства храма первого и в следующий раз в книге Эзры, когда храм восстанавливается. Добровольное приношение – нечто очень важное, потому что жертвующий имеет полную свободу самостоятельно решить, сколько он даст Богу. И в Новом Завете мы читаем призывы к пожертвованиям исключительно в таком духе. Послушайте, как Павел щепетелен в этом вопросе. Я зачитаю несколько стихов. «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду». Два момента отмечу. Во-первых, пусть человек отложит столько, сколько ему позволяет его доход. Тут не процент. Столько, сколько ты можешь по своим доходам. Отложи. Второй момент. В каждый день недели, несколько недель подряд до моего прихода, я не хочу собирать пожертвования сам, когда приду. Почему? Потому что это может поставить некоторых людей в неловкое положение. Мое присутствие. Окажет вольно или невольно на вас давление. Я не хочу на вас давить. Сделайте это, пока меня нету с вами. Следующий стих. «Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви». Комментарии излишни. Это не приказ. «Я даю на это совет. Вы этого усердно желали». Это было ваше желание собрать пожертвования для этих братьев в Иерусалиме. «Доведите ваше дело до конца». «Усердие», подчеркивается это слово. И опять-таки, «смотря по тому, кто что имеет». Здесь дальше, в следующих же стихах, он разъясняет смысл. И подчеркивает, не требуется, чтобы другим, те, которые получат ваше пожертвование, было облегчение, а вам тяжесть. Но чтобы была равномерность. Ныне ваш избыток в исполнении их недостатка, а после их избыток в исполнении вашего недостатка, чтобы была равномерность. То есть, кровь из носа никому не нужна. Такое пожертвование совершенно не требуется. «Благодарение Богу, вложившему в сердце Титова такое усердие к вам, ибо хотя я и просил его, впрочем, он, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно». Здесь Павел говорит о человеке, которого он посылает для того, чтобы принять от общины пожертвование. Опять-таки, акцент он делает на то, что этот человек идет по доброй воле. У него есть усердие, он идет добровольно. Павел не заставил его, как он не заставляет общину давать деньги. «Посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово, как благословение, а не как побор». Тоже все совершенно понятно. Мы не хотим из вас выжимать деньги, мы хотим принять то, что вы сами пожелаете дать. Последний стих. «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». Наверное, не случайно именно Павел, лучше всех апостолов, понимавший Евангелие благодати Божьей, так ревностно оберегает верующих от каких бы то ни было огорчений и принуждений в вопросе о даянии. Но разве это свобода, которую он им дает в этом вопросе? Разве она не сопряжена с риском? Ведь ей можно и злоупотребить. Попробуй, скажи людям, что они не обязаны давать десятину, что они не лишатся благословения Божьего, если дадут меньше 10% от своего дохода. Они же перестанут давать вообще. И как тогда община будет жить? Как пастор получит свое двойное вознаграждение? Да ему и на обычное не хватит, не говоря о всех остальных расходах. Отличный вопрос. Я постараюсь ответить на него в следующей программе. Спасибо. Шалом. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oazisdefismedia.tv Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова